Если говорить о причинах избыточного веса, то можно выделить достаточно большие три группы факторов. Первый фактор – это биологические факторы. К ним относятся различного рода заболевания, нарушения обмена веществ, генетическая предрасположенность и возрастные изменения организма. Вторая группа факторов – это социальные факторы, такие, например, как реклама, акции в магазинах, различные усилители вкуса, которые добавляются в наши продукты, да и вообще доступность продуктов в современной жизни. Третья группа факторов – это психологические факторы. Собственно говоря, с этой группой факторов работают психологи при психологическом сопровождении людей с избыточным весом. Это та группа факторов, когда пища используется не по своему целеволному значению. Нам грустно, мы поели, нам скучно, мы поели, мы раздражены, мы поели и так далее. Сегодня я вас хочу познакомить с одним упражнением, которое позволит вам разделить физиологическое чувство голода от того чувства голода, которое возникает в состоянии какого-то внутреннего напряжения. Если у вас возникла потребность поесть или вы чувствуете, что вам хочется чего-то вкусненького, в этот момент очень важно остановиться и подумать, сколько времени прошло с последнего приема пищи. Если по времени прошло не более чем трех часов, то говорить тогда о чувстве физиологического голода не приходится. Скорее всего, оно у вас было вызвано чем-то другим. Важно на втором этапе подумать, что предшествовало от чувства голода, которое у вас возникло. И просто сделать констатацию факторов. Возможно, вы достаточно долго сидели за компьютером, или у вас был неприятный телефонный разговор, или вас пригласил начальник, и вы тоже испытали какие-то неприятные чувства и эмоции. То есть, делайте такую простую констатацию факторов. На третьем этапе вы должны почувствовать и проанализировать, какие эмоции вы испытывали в этот момент. Скорее всего, это будет напряжение, раздражение, чувство усталости, сонливости. И на четвертом этапе вы должны удовлетворить ту потребность, которая у вас вызвала вот это чувство голода. То есть, если, например, у вас состоялся какой-то неприятный разговор с начальником, и чувство напряжения, которое у вас возникло после этого разговора, спровоцировало ваш аппетит, то в этом случае нежелательно, например, пить чай с конфеткой, а можно просто проанализировать ситуацию, которая у вас произошла, и каким-то образом снять вот именно вот это напряжение. Продолжение следует...